Борцы с коррупцией И вот у нас есть борец с коррупцией, известный своими скандальными заявлениями Ирина Яровая Интересная женщина с таким специфическим своеобразным лицом И народ ее очень не любит Но несмотря на то, что народ ее не любит и не считает, что она является борцом с коррупцией Однако же состояние Ирины Яровой увеличивается Вероятнее всего мы не знаем о тех фактах ее борьбы с коррупцией Которую знаем государство И дает ей возможность повысить свое благосостояние За счет, конечно, бюджетных средств, за счет народных средств Денег нет, но вы держитесь Для Яровой, которая борется с коррупцией, деньги, конечно, есть Несомненно, есть И вот что я вам хочу рассказать Что у нее нашли незадекларированное жилье премиум класса в центре Москвы Стоит оно внушительных денег Более 168 миллионов рублей Вот так из воздуха как-то появилась эта самая квартира Кстати, записала она эту свою недвижимость Дорогую недвижимость на свою несовершеннолетнюю дочь Каждый из чиновников, приобретая такие дорогие объекты недвижимости Они все-таки где-то задним умом планируют И знают, что у них могут отобрать Что они могут засветиться Может что-то произойти И поэтому вот все объекты дорогие Они записывают на своих родственников Любит Ирина Яровая покупать квартиры на миллионы долларов И записывать их на несовершеннолетних детей Или своих родственников Так говорится в этой статье Записала этот свой объект недвижимости на 17-летнюю дочь А через год эта дочь стала естественно совершеннолетней И уже не возникает к ней никаких вопросов О том, каким образом приобретена эта самая дорогостоящая собственность Видите, у нее зарплата, конечно, большая У нее зарплата где-то 3 миллиона рублей в год Но ведь она сделала покупку на 168 миллионов Как-то скопить такие деньги, наверное, невозможно Наверное, за что-то еще платятся какие-то другие, вероятно, серые зарплаты Но вы же знаете, да, в нашем бизнес-государстве Государстве с черной экономикой Деньги в конвертах очень запросто даже Передавали свои работодатели Передавали своим сотрудникам Это нормальное явление Я думаю, что и вы Многие получали такие деньги Собственно говоря, Яровая Просто она на слуху И люди ее не любят Не любят за ее высказывания За ее какое-то такое нестандартное иногда, знаете, обращение И вообще, как бы, вид у нее довольно-таки эксцентричной дамы И, может быть, поэтому ее люди не любят Потому что, посмотрев на такого человека Конечно, не располагаешься Но ведь речь-то идет не о том, любит ее народ Или не любит, да Или за что ее любить Или ее вообще не за что любить Речь идет о том, что вот такие чиновники Которые являются рупором нашей государственной власти Ирина Яровая является таким рупором такой самой власти Что они почему-то живут не на те миллионы рублей Которые им платит государственный бюджет А они живут гораздо богаче и шире Нежели, возможно, по их доходам То есть она живет как долларовый миллионер Но совсем не как миллионер российских рублей Даже если она в год получает 3 миллиона рублей Это не так много Чтобы отдыхать бесконечно за границей Или покупать какую-то дорогую собственность Я ведь, видите, не Навальный У меня нет возможности рассказывать вам о том Какие у нее доходы И что она с этими доходами делает То есть откуда она получает свои деньги На есть ли у нее виллы за границей И где находятся ее дети Я не могу это вам рассказать Потому что такую информацию мне никто не дает А я опираюсь только на то Что выходит на страницы каких-то газет Или печатных органов Я опять-таки хочу сказать, что речь не о Яровой А речь о наших чиновниках Которые никак не отчитываются перед народом Да и бог с ним, народ этот, да Народ там где-то внизу Которая представляет для этих чиновников Просто обычную массу Это народ Но ведь есть еще и члены правительства Которые выделяют деньги Но ведь перед ними-то она должна отчитываться Или тоже по какой-то причине Ей не нужно отчитываться перед правительством Перед теми, кто финансирует ее Кто дает ей задания Кто дает ей задания На озвучивание того или иного проекта, закона И она такая не одна Дело в том, что у нас вся Госдума Сидит на такой прикормке у государства Государство кормит членов Государственной Думы Только за то, чтобы они составляли Ту самую прослойку, подушку Подушку безопасности между правительством и народом Вот для этого служит Государственная Дума Конечно, поэтому они получают Такие прекрасные зарплаты Поэтому у них есть еще иные формы и виды доходов О которых мы не знаем Эти виды доходов уже не определяются В каких-то там 3 миллиона рублей Нет, конечно Они исчисляются иной валютой И иными объемами Я Таня Карацуба Сеидбургхан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok